С наступлением теплой погоды в Венсполс возвращаются перелетные птицы, которым в городской среде не хватает естественных мест для гнездования. Венсполсы решают эту проблему проведением субботника по изготовлению скворечников, который в нашем городе стал традиционным. Я думаю, дела у нас идут очень хорошо. Во-первых, погода отличная, солнце светит, людей собралось больше, чем в прошлом году, когда пришло как минимум 200 людей. Я думаю, что и в этом году изготовят не менее 50 скворечников. В воскресенье в детском городке собрались как взрослые, так и дети. Многие пришли семьями. Самых маленьких венсполсчан развлекал Карлсон, а всех присутствующих музыкальным представлением порадовала поп-студия Юра Сакментени. Для кого-то это был первый опыт участия в субботнике по изготовлению скворечников, а кто-то пришел не впервые. Первый раз участвуете в таком субботнике? Нет, я уже участвую второй раз. А почему ты решил прийти? Потому что моя бабушка живет в деревне. У нее там тоже живут птицы, стрижи, летают. Первый раз участвуешь? Нет, у меня получается мастерить скворечники. Помогаю семье. Сегодня со мной пришли мама, папа, две бабушки и брат. Вся семья делает скворечники. По-вашему, важно приходить с семьей на такие субботники? Конечно. Во-первых, мы приходим вместе с детьми, приносим пользу другим. Погода сегодня тоже очень хорошая. Один из участников субботника, Арвиц, признался, что раньше он изготавливал скворечники в детстве, а на мероприятие пришел вместе с женой и двумя детьми. Да, я участвую в субботнике впервые. А почему решили принять участие? Из-за детей. Помочь, показать, как выглядит скворечник. Дети серьезно подошли к изготовлению скворечников. Несмотря на то, что большие доски пилить было неудобно, а молотки были тяжелыми, усердно работали даже самые маленькие венсполчане. Я пришел, чтобы помогать птицам. Я отнесу скворечник домой и положу туда хлеб, чтобы они могли поесть. В апреле в Латвии состоится большой субботник, который пройдет и в Венсполсе. Несмотря на то, что наш город достаточно чистый, представители коммунального управления призывают венсполчан не оставаться равнодушными и принять участие в этом мероприятии, заявив свое место проведения субботника. А следующий венсполский субботник по посадке деревьев пройдет в мае. 4 мая мы будем сажать деревья. Это будет селатвийское мероприятие к столетию Латвии. Будем сажать дубы. В Венсполсе мы продолжим сажать деревья на улице Курзумас, создавать дубовую аллею. В этом году на венсполских деревьях будет висеть на 50 скворечников больше. А это означает, что больше перелетных птиц будет обеспечено комфортным местом жительства. Изготовленные скворечники установят на деревьях, в лесополосе, парках и скверах города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok